Привет друзья! Все кто играл или хотя бы смотрел прохождение первой части игры маленьких кошмаров? Знакома эта песня. Ну песня как песня скажете вы, штук веселее чем остальные мелодии в игре. Что в ней особенного? Давайте попробуем разобраться, тем более что разработчики игры напомнили нам об этой песне во второй части и не один раз. Вот смотрите, вернее слушайте и смотрите. Первый раз это произошло в школе. Веселые школьники играют и напевают. Ну просто очень веселые школьники. Затем мы слышим эту песню в бледном городе, где она периодически звучит из телевизора в его жителей. Затем мы слышим эту песню. Так что же это за песня такая, которой разработчики уделили столько внимания и столько раз ее вспоминают? И начнем с происхождения песни. Оказывается, это не оригинальный саундтрек игры. Особенно дотошные ребята порылись в интернете и нашли в архивах вот что интересное. Субтитры создавал DimaTorzok Ничего не напоминает? Нет? А если вот так? Песня эта называется «Вниз по долине». Поется в ней о зеленой траве, о пирожных и пряниках. Ну, в общем, о любви, подготовке к свадьбе. И кому-то из разработчиков игры эта песня чем-то дорого. Ну, а в игре поется, конечно же, о кошмарах. А заканчивается песня не совсем понятными словами. А вот и Вероника. Давай-давай. Он разрезал Веронику. Беги-беги. Вот идет Вероника. Так кто ж такая Вероника? Некоторые, говорят, предполагают, что это сама шестерка, которая одновременно может быть еще и дочкой самой Леди. А если нет, то кто же? Может быть, это? Нет? А может быть, вот это? А кто это вообще? Кто эта тетка, которая весело поет и размахивает тесаком? Лично мне здесь интересны две теории. Первая из первой же части игры. Вот скажите, откуда в утробе взялся телевизор? Кто его туда принес? Ведь других таких в утробе вроде бы нет больше. Ну, кроме телевизора из дополнения, который мальчуган, похожий на Мона, убивает старуху. Вот так это было. А возможно ли такое, что телевизор в утробу приволок с собой из прошлой жизни в мрачном городе сам дворчик? Он же уборщик, он же охранник, он же смотритель, он же Роджер. Почему уборщик обнимает телевизор как человека и нежно его гладит? Гладит его экран. Кто эта женщина? Возможно, что ведущая кулинарного шоу – это бывшая и уже умершая жена Роджера, о которой он сильно грустит. И из-за этого он и покинул город. Вот такая грустная версия. А как вы считаете? Ну и вторая теория, вторая версия, конечно же, связана со второй частью игры. Некоторые заметили, что изображение в телевизоре каким-то образом немного похоже на кухню охотника. Особенно похож холодильник. Также якобы похожий тесак. И кекс. И вот эти детали позволили сделать вывод, что эта женщина из телевизора, возможно, Вероника, жила и вела свои телевизионные кулинарные шоу из дома охотника. Но что с ней случилось? И куда она исчезла? Это пока никому не известно. Вот такие секреты и тайны удалось разузнать о песенке Вероники из телевизора. А я с вами прощаюсь. Если будут новости, я обязательно вам о них расскажу. Будьте все здоровы. И как говорит наш Мона, хай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!